Глава тридцать пятая Второй книги Парапаминон И совершил Иосиф Иерусалиме Пасху Господу, и закололи пасхального Агнца в четырнадцатый день первого месяца. И поставил он священников на местах их, и ободрял их на служение в доме Господнем. И сказал левитам, наставникам всех израильтян, посвященным Господу, «Поставьте ковчег святой в храме, который построил Соломон, сын Давидов, царь Израилев. Нет вам нужды носить его на раменах. Служите теперь Господу Богу нашему и народу его Израилеву. Станьте по поколениям вашим, по чередам вашим, как предписано Давидом, царем Израилевым, и, как предписано Соломоном, сыном его. И стойте в освятилище по распределениям поколений у братьев ваших, сынов народа, и по разделению поколений у левитов. И заколите пасхального Агнца, и осветитесь, и приготовьте его для братьев ваших, поступая согласно со словом Господнем через Моисея. И дал Иосия в дар сынам народа, всем, находившимся там, из мелкого скота Агнцев и козлов молодых, все для жертвы пасхальной числом тридцать тысяч и три тысячи волов. Это из имущества царя. И князья его по усердию давали в дар народу священникам и левитам. Хелкия и Захария и Иехиил, начальствующие в Доме Божьем, дали священникам для жертвы пасхальной две тысячи шестьсот овец, Агнцев и козлов, и триста волов. И Хонания, и Шимаия, и Нафанаил, братья его, и Хашавия, и Иеиил, и Иозавад, начальники левитов, подарили левитам для жертвы пасхальной овец пять тысяч и пятьсот волов. Так устроено было служение, и стали священники на место свое, и левиты по чередам своим по повелению царскому. И закололи пасхального Агнца, и кропили священники кровью, принимая ее из рук левитов, а левиты снимали кожу. И распределили назначенное для всесожжения, чтобы раздать то по отделениям поколений у сынов народа для принесения Господу, как написано в книге Моисеевой. То же сделали и с волами, и испекли пасхального Агнца на огне по уставу, и священные жертвы сварили в котлах, горшках и кастрюлях, и поспешно раздали всему народу. А после приготовили для себя и для священников, ибо священники, сыны Аароновы, заняты были приношением всесожжения и туков до ночи. Потому то и готовили левиты для себя и для священников сынов Аароновых. И певцы, сыновья Асафовы, оставались на местах своих по установлению Давида и Асафа и Емана и Идифуна, прозорливца царского, и привратники у каждых ворот. Ни для чего было им отходить от служения своего, так как братья их левиты готовили для них. Так устроено было все служение Господу в тот день, чтобы совершить Пасху и принести всесожжение на жертвенники Господним по повелению царя Иосии. И совершали сыны Израилевы, находившиеся там Пасху, в то время и праздник опресноков в течение семи дней. И не была совершаема такая Пасха у Израиля от дней Самуила Пророка. И из всех царей Израилевых ни один не совершал такой Пасхи, какую совершил Иосия, и священники, и левиты, и все иудеи, и израильтяне там находившиеся, и жители Иерусалима. В восемнадцатый год царствования Иосии совершена сия Пасха. После всего того, что сделал Иосия в Доме Божием, пошел Нехао царь египетский на войну к Архимису на Ефрате, и Иосия вышел навстречу ему. И послал к нему Нехао послов сказать, что мне и тебе, царь иудейский, не против тебя теперь иду я, но туда, где у меня война, и Бог повелел мне поспешать, не протився Богу, который со мною, чтобы он не погубил тебя. Но Иосия не отстранился от него, а приготовился, чтобы сразиться с ним, и не послушал слов Нехао от лица Божия, и выступил на сражение на равнину Мегидо. И выстрелили стрельцы в царя Иосию, и сказал царь слугам своим, — Уведите меня, потому что я тяжело ранен. И свели его слуги его с колесницы, и посадили его в другую повозку, которая была у него, и отвезли его в Иерусалим, и умер он, и похоронен в гробницах отцов своих. И вся Иудея и Иерусалим оплакали Иосию. Оплакал Иосию и Иеремия в песне плачевной, и говорили все певцы и певицы об Иосии в плачевных песнях своих, известных до сего дня, и передали их в употребление у Израиля, и вот они вписаны в книгу плачевных песен. Прочие деяния Иосии и добродетели его согласны с предписанным в законе Господнем, и деяния его первые и последние описаны в книге царей израильских и иудейских. Продолжение следует...